Как выбирать? Накануне горожане решали, стоит ли вносить изменения в систему выборов депутатов городской думы. Своё мнение первоуральцы высказали на публичных слушаниях, где и обсуждались изменения городского устава. Подробности в сюжете Татьяна Уваровой. В зале заседания администрации не протолкнуться. Обсудить изменения в устав пришли около 200 человек. Это жители почти всех микрорайонов Первоуральска, депутаты и чиновники. Обсуждают поправки в устав города, которые касаются реформы избирательной системы. Как правило, на публичных слушаниях горожане вправе рекомендовать депутатам принять проект или отклонить его. Для этого им рассказывают о преимуществах новой системы. Решеты, Новая Алексеевская, Магнитка, Совхоз, Талица и Прокатчиков. Я депутат, который работает на неосвобожденной системе. Я вынуждена с 8 часов находиться на работе. И как, скажите, пожалуйста, охватить вот эту территорию единственному депутату. Если округов будет больше, а численность жителей меньше, тогда можно будет достучаться до каждого. До сих пор депутатов городской думы избирали по смешанному принципу. Половину по партийным спискам, половину по двухмандатным округам. Теперь вместо этого предлагается ввести 25 одномандатных округов, а выборы по спискам отменить. И число депутатов сократить с 28 до 25 парламентариев. Это приведет городской устав в соответствии с нормами закона. 25 округов разделены. Допустим, улица Вайнера, строителей – это один округ. Емлино-Советская, допустим, это второй округ. И в каждом округе один депутат. И вам, как избирателям, будет проще найти депутата и с него спрашивать. Кроме того, переход на одномандатную систему выборов позволит существенно сэкономить бюджетные средства, выделяемые на предвыборную кампанию. С учетом перехода по предлагаемой мажоритарной системе сумма расходов уменьшится. Порядка миллиона рублей. После реформы не придется менять ни количество, ни местоположение избирательных участков, дабы не сбить с толку избирателей. Они утверждены на пять лет. В том, что новая система действительно будет проще и удобнее, уверены и горожане. За это решение 120 участников слушаний. Против голосуют только 41 человек. Я для себя решил точно, что я буду на следующие выборы идти. И идти от одномандатного округа. Так, чтобы не размазывать, так скажем, избирателей, а работать на конкретный округ. Теперь изменения должны окончательно утвердить депутаты городской думы. Если народные избранники поддержат изменения, то выборы в Гордуму в сентябре 2017 года пройдут уже по новой системе. Татьяна Уварова, Михаил Пиранков, Служба народных новостей.